Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Для тех, кто впервые меня посетил, меня зовут Датси, и я мама двухмесячного Рэма, который сейчас в соседней комнате спит, свой второй дневной сон, поэтому на фоне этого видео мы будем слышать белый шум. Но, надеюсь, он нам сильно не помешает. Сегодня как раз-таки тема очень важная, тема самостоятельного сна малыша. И буду сегодня говорить о том, как мне удалось научить своего двухмесячного ребенка, во-первых, самостоятельно засыпать, ну или, по крайней мере, с минимумом вспомогающих средств, и второе, как мне удалось научить его самостоятельно спать, то есть в отдельной кроватке, не рядом со мной, не на груди, не в моей постели, а именно в своей кроватке, отдельно от мамы и папы. С чего вообще началась моя история обучения малыша? Конечно же, я понимала, что малыш очень-очень маленький, и обычно в таком возрасте, там, полтора месяца, не обучают самостоятельному сну или засыпанию, просто потому, что когнитивные способности малыша еще не развиты для того, чтобы он смог научиться. Но также я понимала, что тот режим, который мы имеем, он абсолютно невозможен, потому что он засыпал только на моей груди, он засыпал только рядом со мной, и спал он только, если я находилась в комнате и из нее не обходила. И вот в очередной вечер я сидела в полдевятого вечера, когда на улице светит солнце, когда светло в зашторенной темной комнате со слезами поедала свою сладкую картошку и понимала, что мне что-то нужно делать. Я знала, что еще рано его обучать, но я решила попробовать. И вот сегодня расскажу вам о своих шести главных задачах, которые мне нужно было достичь, и о тех средствах, которые я использовала, и методах, которые я использовала для того, чтобы эти задачи выполнить. И первая моя задача – это было выработать режим сна малыша, для того, чтобы он привык засыпать в одно и то же время, чтобы он понимал, когда у нас дневной сон, и значит, этот сон не должен быть длиннее двух часов, и когда у нас ночной сон. А это означает, что он не должен просыпаться ни через полчаса, ни через час, ни через два часа. И я стала работать над тем, чтобы у нас была рутина. Ежедневная рутина с малышом с утра до вечера. Одно и то же мы пытались совершать ежедневно в течение двух недель без особых изменений. Конечно, какие-то дни нам приходилось выезжать из дома, нам приходилось ездить в магазин, делать какие-то дела, опять же, в городе, но даже эти дела и даже эти выезды на протяжении этих двух недель я пыталась совершать в то время, когда малыш должен спать. То есть я его кормила, мы занимались активностью, то есть мы играли на матике, потом он отдыхал немного, я его переодевала, и когда я уже видела, что малыш становится либо капризным, либо просто с красными глазками и трет эти глаза, зевает, а значит, он хочет спать, то я быстро его клала в автокресло, грузила в машину, и мы отправлялись по делам. То есть мне было важно, чтобы малыш спал в то время, когда мы отправляемся по делам, чтобы у него этот сон был всё-таки продолжительным, и чтобы он вписывался в те рамки, которые я для него обозначила. Сам он также участвовал в этом обозначении, потому что, как правило, днём он спал полчаса. Вот ровно через полчаса у него открываются глаза, за редким исключением, когда он спал два часа. В те дни, когда мы были дома, на протяжении этих двух недель, я его отправляла спать в его комнату. То есть я зашторивала занавески, я включала ему белый шум, я его пеленала, и я создавала все условия, чтобы он понимал, что сейчас у нас сон. Что касается вечера, для меня было также задачей, помимо режима, сделать так, чтобы у малыша не создавалась ассоциация сон-грудь. В первые дни его жизни я очень боялась его гудить после кормления. В силу того, что он был неспокойным и в достаточно сильном тонусе, я делала как? Я изначально его переодевала, потом я его пеленала с криками и орами. Он не хотел пеленаться, ему это не нравилось, он прям в истерике плакал и не позволял себя пеленать. Поэтому у нас вот это пеленание, оно занимало достаточно долгое количество времени, пока мне все-таки удавалось его успокоить и запеленать. И потом, после того, как ребенок был в пеленке, я его прикладывала к груди. Часто прикладывала еще плачущим. Но это был единственный способ, как его успокоить. И вот когда он ел, он у меня рядышком ссыпал, окормились мы лежа в кровати, и вот он спал. И я не могла шевелиться в ближайшее время. Изначально я пыталась понять, сколько же времени мне нужно для того, чтобы он уснул. Эксперты говорят, что порядка 23 минут. Поэтому все мобили, игрушки, белые шумы, как правило, играют именно это количество времени. Так вот, я выжидала это время и пыталась переложить ребенка в свою кроватку. Но не тут-то было. Он тут же просыпался, и ему не понадобилось много времени для того, чтобы начинать орать. Он очевидно понимал, что вот засыпал он в одной атмосфере, рядом с теплой мамой, с грудью. Ему было комфортно, хорошо и безопасно. И тут он просыпается в кроватке, где ему холодно, неприятно. Мамы рядом нет, и что-то не то происходит. Поэтому спать он не собирался. И начинал орать. Единственный мой выход был приложить его обратно к груди, для того, чтобы он уснул. И, наверное, прошло несколько ночей, и я понимала, что мне придется сдаться, потому что он будет спать, только если я буду находиться рядом. И я перестала его перекладывать, перестала выходить из комнаты. По ночам я перестала его укачивать, а это занимало очень долго времени. То есть это час, полтора часа, два часа порой. И это коляска, автокресло, руки. Все не нравилось. Ара он в любом случае, только если он на груди, и только если он рядом со мной, в моей постели. И вот моей задачей было отучить его засыпать на груди, чтобы у него не было этой ассоциации «грудь-сон». Это раз. Дальше мне нужно было его отучить спать в нашей постели. Изначально, вот с рождения ребенка, я не хотела, чтобы малыш спал в родительской кровати. Я понимала, что это для нас не работает, для нас это будет неправильно, и нашей семье будет комфортно, если каждый будет спать в своей кроватке. Особенно, если это уже будет касаться вопроса, когда малыш должен будет съехать с нашей комнаты. Это приблизительно через 6 месяцев после его рождения. И, исходя из этого, он должен будет засыпать самостоятельно. Ну или, по крайней мере, как я уже сказала, с минимумом мне допустимых вспомогательных средств. То есть, это соска и это белый шум. И еще две мои задачи, они уже были второстепенные. Первая из этих двух задач – это приучить его пеленаться для того, чтобы он смог, в принципе, спать, так как рефлексы новорожденного ему сильно-сильно мешали. Он дубасил себя руками по голове и просыпался очень часто из-за этого. Поэтому важно, чтобы он спал в пеленке. И вторая, второстепенная задача – это ночью, когда я его кормлю, переодевать ему подгузник, пеленать его после переодевания подгузника и возвращать его в кроватку максимально быстро, максимально просто. И так, чтобы он засыпал, и это не занимало огромного количества времени. То есть, чтобы он даже ночью сумел засыпать плюс-минус самостоятельно. Конечно же, ночью я сплю рядом, но, тем не менее, чтобы он засыпал без лишних истерик. И что же я делала? Было в общей сложности пять шагов, которые я предприняла. Каждый из этих шагов занял для меня от двух до пяти ночей, как который. И я также думаю, что каждый из этих шагов в случае разных деток также будет занимать разное количество времени. На это фиксироваться не нужно. Нужно просто понимать, что надо запастись терпением и каждый из этих шагов выполнять и дать малышу время для того, чтобы понять, что к чему. Особенно, если обучать его в раннем-раннем возрасте, как делала это я. Первый из моих шагов – я перестала кормить его лёжа. Я перестала кормить его в нашей кровати. То есть, мы с ним переехали из спальни в гостиную. Я взяла свою подушку для кормления, и я его кормила исключительно на диване. И после выполнения этого шага я позволяла ему засыпать на груди. Я тихонько его возвращала в нашу спальню. Он спал также со мной в кровати. Но первым изменением – это было кормление вне нашей спальни. То есть, он должен был привыкнуть именно к этому шагу. После того, как мой малыш перестал просыпаться после возвращения в спальню, я стала его класть в докатод, то есть в наш кокон, о котором я рассказывала в видеороликах моих покупок для малыша. То есть, я клала свой кокон рядом со мной в нашей постели. Таким образом, малыш спал рядом со мной, но в то же самое время он был отделён вот именно этим коконом. У него было ощущение того, что он спит в своей кроватке и не совсем рядом со своей мамой. Но тем не менее, я из комнаты не выходила, мы засыпали вместе с ним, и я понимала, что радар всё равно работает. Поэтому всё равно я должна находиться рядом с ним. И вот так ещё несколько ночей я позволяла ему спать в своей кровати, но уже немного отделившись от него. Плюс ко всему, я использовала одеялко. Я кормила его на подушке, подстелив под него одеяло, и вместе с этим одеялом он отправлялся в кокон. Таким образом, температура не менялась, и он смог комфортно продолжить свой сон, в который он погрузился во время кормления. Ещё через несколько ночей я ждала ровно час, чтобы малыш совсем уж наверняка уснул, и я стала перекладывать до котлод в его кроватку. Таким образом, я ещё больше отделила малыша от себя. Но сама я оставалась в комнате, и я не выходила, позволяя ему ощущать своё присутствие и ощущать то тепло и ту безопасность, которую он ощущал тогда, когда он спал рядом со мной в моей кровати. Несколько ночей он, конечно же, плакал, он просыпался. Но, тем не менее, я настойчиво его перекладывала вместе с его коконами в его кроватку, я его поглаживала по головке, я похлопывала его по плечику, я подавала ему соску, если соску он выплёвывал, и находилась рядом с ним на протяжении всего времени до следующего нашего ночного кормления. И буквально ещё через несколько ночей, когда мой малыш перестал плакать, находясь в своей кроватке и в своём поконе, я стала выходить. Три ночи его радар включался, и он начинал плакать, и мне приходилось возвращаться, опять его гладить, похлопывать по плечику, шушукать, возвращать соску, если соска выпадала, ждать, пока он опять проваливался в свой сон, и тогда я опять выходила. Таким образом, я давала ему возможность привыкать к тому, что в комнате он находится один. И последним шагом, таким образом, через ещё несколько ночей, явилось удаление кокона из его кроватки. Первую ночь, когда я удалила кокон, он, естественно, просыпался и плакал. Смягчила я этот удар таким образом, что я свернула из двух одеялок две такие рульки и обставила его этими рульками. Делала я это не только для того, чтобы у него ещё был вот этот эффект кокона, и чтобы он понимал, что у него не слишком много вот этого холодного странного пространства в его кроватке, Но также я заметила, что ночью он, во-первых, сильно дёргается из-за своего тонуса, даже в пелёнке. И когда он уже готов к кормлению, или просто когда он неспокойный от непривычки, он начал дрыгать ногами таким образом, что я понимала, что ему нужен какой-то сдерживающий фактор. И, коль уж его кокон удалён из кроватки, то я использовала две рульки из одеялок. И, конечно, помещала эти рульки достаточно низко, в районе его бёдер, не выше, чтобы минимизировать риск того, чтобы он уперся носиком в эти рульки из одеялок. И они, конечно же, его сдерживали. Они нам помогали и до сих пор помогают. Я их ещё не удаляю, просто потому что, даже несмотря на пелёнку, у него рефлексы новорожденного всё равно достаточно сильные. Он спит очень неспокойно, и поэтому я понимаю, до того момента, как эти рефлексы утихнут, мне всё-таки придётся использовать вот эти одеялка для того, чтобы он чувствовал себя более или менее стабильно и не крутился, не вертелся по кроватке. Плюс ко всему я поднимаю изголовье его кроватки для того, чтобы у него не было рефлюкса. И с тех пор, как я подняла изголовье этой кроватки, он ни разу у меня в кровати не срыгивал. Поэтому он может немножечко съезжать, особенно когда дёргает ножками, но эту проблему я решаю просто мануально. Ночью я просыпаюсь, его перекладываю обратно чуть-чуть выше, чтобы ножки не упирались в бортик кроватки. И вот таким образом за несколько недель нам удалось с Рэмом добиться того, чтобы он, во-первых, засыпал самостоятельно и чтобы он спал в своей кроватке. То есть каким образом выглядит сегодняшняя наша рутина засыпания? Как я упомянула в самом начале, важным моментом было не создать ассоциацию грудь-сон. И для того, чтобы это сделать, после моего кормления я всегда малыша, во-первых, поднимаю для того, чтобы была отрыжка. Это для комфорта его животика, когда он ляжет спать. И после этого я его кладу в качели в мамару, для того, чтобы он ещё немножечко провёл время, посмотрел вокруг, проснулся окончательно после его сна у груди, и чтобы он понимал, что сон в кровати и кормление – это два разных процесса. То есть моя задача – его в спальню, тёмную спальню с приглушённым светом, отнести с широко открытыми глазами. Таким образом он будет засыпать исключительно в своей кроватке, не на груди. И вот когда я его заношу в комнату, то есть что я делаю? Я его пеленаю. Конечно, он иногда ещё плачет, он иногда ещё хнечит, мне иногда приходится соской его успокоить, шушуканьем его тоже там поуспокаивать. Но сегодня уже запеленать его стало намного-намного легче. И вот я его пеленаю, и даже если он плачет, я всё равно его отправляю в его кроватку. И в кроватке он может ещё хныкать. И я его там, опять же, поглажу по головке, дам соску, я его похлопаю по его плечику, я включу ему белый шум, я ему скажу, что всё, малыш, сейчас время сна, давай засыпай, мама выходит из комнаты. И я просто спокойно, тихо выхожу из комнаты. В те моменты, когда малыша мучает животик, особенно это касается утренних часов, после его последнего кормления, он начинает дрыгаться, он дёргается, он неспокойно спит, его становится сложнее утром положить спать, я прибегаю к медикаментам. Конечно же, в идеале не делать этого, но так как мой малыш, он в сильном тонусе, в рефлексах, и в принципе он неспокойный, мне не удалось избежать применения медикаментов. Для меня первый медикамент это эспумизан, это в случае, если его мучают газики. И второй медикамент или пищевая добавка, это укропная водичка. Вот так она выглядит, у меня есть две, дневная и ночная. Называется это конкретно укропная водичка Mommy's Bliss, и она предназначена для малышей, у которых есть колики, которые неспокойные, у которых газики, и которые в принципе нуждаются в каком-то вот таком вспомогательном средстве, которое поможет им немножечко-немножечко легче уснуть. И вот как раз-таки ночью я использую вот этот Mommy's Bliss с луной и звездочками, и на нем написано Night Time, то есть это для ночного времени. Буквально одну пипеточку я малышу даю, и он тут же успокаивается. Не знаю, что здесь помогает, либо фемхель, либо ромашка, либо бальзам лимона, не знаю абсолютно, но моему малышу эта конкретная водичка, как ее называют, либо укропная водичка, либо водичка против коликов, она ему помогает. Я читала отзывы, что есть детки, которые не переносят эту водичку, они начинают срыгивать, и даже их начинает рвать. Но нам повезло. Во-первых, мы поконсультировались с моим педиатром, это раз, и после того, как педиатр дал зеленый свет, попробовав эту водичку, сначала в меньшей дозировке, чем рекомендуется, я поняла, что эта водичка для нас работает, и она очень-очень круто помогает нам, особенно в утреннее время, когда малыш особенно неспокойный. И второе, что я упомянула, это белый шум. Белый шум мне помогает не только дома, но и вот такой портативный белый шум мне помогает также в моменты, когда малыш спит либо в коляске, либо в автокресле. То есть он блокирует внешние шумы, и он помогает малышу погрузиться в более глубокий сон и не пробуждаться, если вокруг него шумит мама-папа, или в принципе он находится вне своего тихого дома. Плюс ко всему, также если говорить про пеленание, я изначально очень-очень боялась малыша пеленать, переодевать, когда он уже сонный. Мне казалось, что он проснется уж окончательно. Но я поняла, что нет. На самом деле ему это не мешает, и я перестала бояться его пеленать, и поэтому как раз-таки пеленаю его после кормления. В пеленке моей, которую я использую, конечно же, производитель говорит о том, что там есть либо молния, которая открывается снизу, либо удобный мешочек, который можно удалить, и ножки малыша раскрыть, не раскрывая ручки. Таким образом ты его не будешь. Очень легко есть доступ к памперсу, и ты меняешь памперс. Но на самом деле нет. Я поняла, что для нас, для того, чтобы с пеленкой, которая вот наверху, еще на малыше, а снизу она раскрыта, поменять памперс, мне все равно нужно этот памперс силой пропихивать под пеленку, под спинку достаточно высоко, чтобы в случае, если он пока это не протекал, и он в любом случае просыпается. Поэтому я смело ребенка раскрываю из пеленки. Ночью, например, я его кормлю, и только после кормления, и после того, как он сделает у меня отрыжку на плече, я его возвращаю в пеленку, я его снова пеленаю и кладу в его кроватку. И он спокойно себе засыпает. То есть это для него дело привычки. Он к этой пеленке привык, он к этому процессу привык, и даже когда он сильно плачет, уже мы достигли того момента, что когда, как только вот он туго, я его запеленаю, он как будто бы выключается, он перестает плакать. И я спокойно могу его вернуть в кроватку, и он продолжает спать. И плюс ко всему, я много раз рассказывала, что я использую влажные салфетки Water Wipes для того, чтобы почистить его попу. Так вот, ночью, когда малыш сонный, и когда мне нужно позаботиться о том, чтобы минимально его, скажем так, возбуждать и будить, что я делаю с салфетками. Перед тем, как вытирать ему попу, я сразу достаю из упаковки две салфетки, я кладу их себе на ногу, чтобы за то время, когда я снимаю ему памперс, эти салфетки немного согрелись, и таким образом к его нижней кожице не прикасалась холодная влажная салфетка, и не будила его, и не создавала ему лишний дискомфорт. В следующем своем видеоролике я покажу вам нашу рутину, вечернюю, чтобы вам было более понятно и наглядно, как же выглядят наши шаги в практичном исполнении, и как это реально выглядит ежедневно. Я очень надеюсь, что вы так же, как и я, сможете приучить своих малышей к самостоятельному сну и к самостоятельному засыпанию. Ну а те, кто умеют это делать, и может быть даже лучше, чем я это умею делать, напишите в комментариях ваши советы или ваши трюки, что конкретно вам помогло именно в этом вопросе, и как вы приучили своего малыша к самостоятельному сну. Ну а на сегодня я заканчиваю свой видеоролик, и буду очень-очень рада, если вы зададите свои вопросы также в комментариях, и я постараюсь обязательно на все эти вопросы ответить. Желаю вам доброго дня, желаю вам спокойного и сладкого сна, и увидимся с вами в следующем моем видеоролике. На сегодня это все. Пока! Субтитры подогнал «Симон»